Для чего нужна религия? Почему религия играет столь значимую роль? Даже самые бескомпромиссные атеисты верят, что правда лучше лжи. Разве не так? Самый упертый атеист верит, что верность лучше предательства. Не так ли? Все эти понятия не из мира сего. Материальный мир не может обосновать их концептуализацию или же потребность. Что означает правдивость? Что означает ложь? Если мы проанализируем глубину атомов, сможем ли мы выявить происхождение таких понятий, как правда или ложь? Если мы исследуем физические свойства галактик или же химические свойства гормонов, сможем ли мы увидеть структуру верности или же предательства? Получается, что все эти понятия произошли не из материального мира, хотя все они реально существуют и на самом деле несут огромную значимость в мирской жизни. Достоинства человека определяются его благонравии. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует сказал, «И что же более всего помогает людям войти в рай?» Богобоязненность и благонравие. Аль-Бухари. Совсем не физические размеры человека и не количество его атомов, и не уровень энергии в его клетках. Достоинства человека определяются тем, насколько глубоко он повинуется святым предписаниям в своем внутреннем сознании. Бывают добрые люди, бывают злые. При этом не бывает добрых горных вершин или злых, не бывает верных планет или же неверных. Только человек может воплощать достоинства, высокие цели и понятия. Только человеку дано ощущать существование. Почему нравы не могут быть результатом мозговой активности или же общественных процессов? Мозг состоит из одних и тех же физических компонентов. Независимо от того, насколько сложным является его физическое строение или же строение его материальных составляющих, сумма нулей всегда будет равна нулю. Сколько бы нулей мы не прибавляли. Материи чуждо понятие добра и зла. Следовательно, и мозг сам по себе не отличается ни добром, ни злом. И тут напрашивается вопрос. Каким образом понятия о добре и зле укладываются в мозге? Что сдерживает мозг от уничтожения всей планеты со всеми ее живыми существами? Почему мозг не побуждает нас поместить слабейших представителей человеческой расы в клетки для животных? Почему мозг не заставляет нас избавиться от всех инвалидов и страдающих от физических недостатков, оставив живых лишь высокопроизводительные слои населения? Как это предполагалось в нацистском проекте «Умерщвление» Актун Т4? В материальном плане мозг не имеет способность различать положительный или отрицательный характер всех этих действий, поскольку для мозга нет никакой разницы, если речь идет о высоких нравственных ценностях, поскольку он состоит из тех же самых атомов, что и Земля. Между мозгом и нравственной устойчивостью нет никакой связи, ни близкой, ни далекой. Если же говорить об общественном представлении, что именно общества стали источником появления на свет нравственности, то вся эта идея звучит странной, поскольку материальные принципы субъективны, и они всегда рассматривают человека как личность, а не как общество в целом. Даже если мы допустим, что общество стало источником появления нравственных принципов, тогда получается, что нацисты действовали вполне обоснованно и верно, истребляя всех остальных, поскольку так требовало общество. Соответственно, происхождение нравственных принципов не имеет никакой связи с обществом, как в хорошей, так и в плохой общественной среде. Всем знакомы понятия праведности и нечестивости. Следовательно, нравственные принципы существуют далеко за пределами мозга и общества. В чем заключается связь между религией и понятием нравственности? Религия – это, пожалуй, единственное, что дает рациональное объяснение нравственным принципам и единственное, что наделяет эти принципы особой отличительной чертой. Нравственные принципы можно постичь только в рамках духовной ответственности, в то время как религия является единственной активной системой во всей Вселенной. Поскольку это единственное допустимое нам руководство для познания смысла жизни. Только посредством религии мы по-настоящему узнаем смысл нашего появления на свет. Что нас ждет после смерти? Цель творения. И что от нас требуется? Без религии все на свете повернется вспять. И в итоге придет к состоянию полного безрассудства и нигилизма. Ибн Аль-Каим, да с милостивица над ним Аллах, сказал «Нет другого пути к обретению счастья и благополучия в этом мире или же в жизни грядущей, кроме как того, на который нам указали пророки. Только посредством их наставлений можно научиться отличать добро от зла. Довольство Творца нельзя обрести без следования их руководству. Их наставление и образ жизни служат для нас единственным показателем достойной нравственности, добрых деяний и изречений». Или, как сказал Ибн Таймия, да с милуется над ним Аллах, весь этот мир обречен, оказавшись в кромешной тьме. Исключение лишь там, где пролился свет божественных откровений. Без божественных откровений мы бы никогда не познали ни смысла жизни, ни понятия о добре и зле и его высоких достоинствах. Без божественного откровения весь мир стал бы ничтожным, превратившись в пустой страшный ветер. Без откровения мы бы все были просто звездным материалом, как говорил Карл Саган, или же насекомыми, как размышлял Сартер. Пророческое призвание является единственным пульсом жизни, без которого самые гениальные изобретения и экстатические стремления обернулись бы самым настоящим ужасом. Без религии весь мир стал бы большой потерей. Если вы поставите перед атеистом экзистенциальный вопрос, для чего мы появились на свет, что с нами будет после смерти? Он ограничится софистикой, или же вовсе ничего не ответит? Таким образом, религия является единственным требованием, когда речь идет о нравственных принципах, или о познании смысла жизни, или же о поиске ответа на экзистенциальный вопрос «Кто сотворил Вселенную?» Кто сотворил человека? В чем заключается смысл нашего появления на свет, а также смысл наших деяний и появления на свет всех остальных творений? Субтитры создавал DimaTorzok